Итак, ну что, всех приветствую! Компания Aukitel продолжает совершенствовать, улучшать свои защищенные телефоны. И вот недавно была представлена модель, которая называется VP30 Pro. Эта модель выделяется своим вторым экраном, то есть у него два экрана, один спереди, как у всех телефонов, а один еще и сзади. Также очень мощным процессором для защищенного телефона, хорошим аккумулятором и полной защищенностью от воды. Сейчас его можно купить примерно за 45 тысяч, но скоро стартует распродажа и цена будет около 30 тысяч. А это значит, что можно будет его выгодно купить для себя, либо в подарок. Телефон с поддержкой 5G, коробка чисто белая, не нарисован сам телефон, вообще непонятно от чего эта коробка, просто написано Aukitel и 5G. Может быть тут какой-то планшет, может телефон, может быть что-то еще, может быть какие-то наушники или какой-нибудь Powerbank. В общем, давайте смотреть. Ну, во-первых, да, во-первых, здесь у нас написаны сзади основные его характеристики. И тут уже можно понять, что перед нами не простой бюджетный телефон, а что-то посерьезнее. Во-первых, большой экран Full HD+. Ну, ладно, мы к этому привыкли, это уже не так нас впечатляет. Но вот это, вот это вот, что вам говорит о чем-нибудь Dement C8050? Это офигенно мощный процессор, у него ядра А78, а не какие-нибудь А76 или уж тем более А75, как у бюджетных там Helio G99 и G85. Это реально мощный процессор, которого хватит на очень долго. Также здесь аж целых 12 гигабайт оперативной памяти и внутренний полтерабайта, 512 гигабайт, 108-мегапиксельная задняя камера, 32-мегапиксельная фронталка, 11000 аккумулятор, есть сканер отпечатка пальцев, GPS, Baidu, Glonass, Galileo, две сим-карты можно поставить. В общем, это что-то по сути флагманское из рынка защищенных телефонов. Давайте побыстрее откроем эту коробочку. Вот он сам телефон. Быстрый блок зарядки, 120 ватт. Посмотрите, какой он здоровый, тяжелый, увесистый, с выходом Type-C. Двухсторонний Type-C кабель, плотный, толстый, чтобы поддерживать такую мощность. Блок питания вообще огромный. Будет быстро заряжаться, хоть и батарея здесь не самая маленькая, но все равно будет быстро заряжаться. И что еще в комплекте? Пожалуй, наверное, все. Все. Аккуратненько мы достаем его из этого пакета. Вот он, ребята, приветствуем VP30 Pro Alkitel. Посмотрите, как он выглядит сзади. Вот он, второй экранчик. По центру находится сзади. Здесь мы можем выводить какие-нибудь часы. Для чего второй экран нужен? Представим ситуацию. Вы пришли куда-нибудь на работу, в кафе, на учебу. Положили телефон не экраном вверх, а экраном вниз. Вот так вы положили свой телефон. И вы можете смотреть, что вам кто прислал именно на вот этом маленьком экранчике. Либо если фотографируете себя, можете фотографировать на заднюю камеру и вывести изображение вот сюда, чтобы фотка получалась не на фронталку, а на заднюю камеру. Задняя камера, как всегда, лучше у телефона. Вот такая вот, такие вот сценарии использования. Ну и, конечно, это просто интересная фишка. Такая необычная. Которой даже нет у айфона. Даже у айфона нет, а у кителя есть. Вот. Ребята, да. Так, ну и здесь у нас все то же самое расписано. Все те же самые преимущества. Полная защита от воды, от ударов, от падения, от холодных температур, от высоких теплых температур, от пыли, от грязи. IP68, IP69K, MIL-CDD 810H. То есть с этим телефоном будет сложно его как-то привести в негодность, что ли. Дальше. Пленка. Пленка здесь, это снимается. Да что ты будешь делать, а? Ну-ка, давай-ка. И аккуратнее снимайте ее, потому что вы можете зацепить еще одну пленку защитную, которую как раз таки снимать нежелательно. Вот. Вот. Под этой пленкой кроется еще одна защитная. Она наклеена идеально, ровно. Ее как раз нужно оставить желательно, потому что она послужит защитой дополнительной вашего экрана. Экран здесь, кстати, тоже прочный, полностью плоский. Разбить его будет трудно, нужно будет еще постараться. Вот такой вот телефон, так он выглядит. Значит, здесь у нас сбоку вставки из металла. Очень крепкий телефон, надежный. Сложно будет его действительно как-то сломать, повредить. Значит, что еще по элементам питания? Кнопка включения, качелька, точнее не качелька, а две кнопки регулировки громкости. Кнопку включения встроен сканер. Здесь еще одна сбоку настраиваемая кнопка. Так, вверху у нас по ходу второй динамик, микрофон. Снизу Type-C разъем для зарядки. Также есть отверстие под ремешок, чтобы сюда вставить ремешок и куда-нибудь его на руку или на ремень прицепить. И сим-лоток. Сим-лоток находится вообще снизу в необычном месте. И его надо подковыривать ногтем. У меня сейчас, к сожалению, не такой длины ногти, чтобы прямо его подковырнуть. Придется чем-нибудь сейчас подручными какими-то средствами воспользоваться. И здесь такая плотная заглушка. Ее тоже прямо ногтем... О, кое-как открыл, посмотрите. Вот он. В глубине там скрывается Type-C разъем для зарядки. Разъема для наушников 3,5 мм нет. Так, теперь мы берем, короче, и делаем вот так. Открываем. Опа! Маленький лоточек. И здесь у нас возможность установки двух сим-карт. Они ограничили возможность установки флешки, потому что они подумали, ну мы делаем не зря, наверное, 512 гигов, чтобы люди уже не думали о каких-то флешках. Но, с другой стороны, кому-то будет обидно, у кого на флешке много данных сохранено, у кого флешка качует из одного телефона в другой, здесь вы уже флешку никак не поставите. Так что придется все закачивать именно во внутреннюю память телефона. Все, включаю, запускаю телефон. Должен он быстро запуститься. Шустро с таким процессором-то, конечно, Dimensity 8050. Tecno Common 20 Pro Premier работает на таком процессоре. Infinix Note 30 VIP работает на таком процессоре. Infinix GT10 Pro работает на таком процессоре. То есть процессор такой довольно знаменитый. Недавно вышел, но сейчас уже набирает популярность, и он очень мощный. Что мне нравится, что он реально очень и очень мощный. Ну вот, телефон запускается. И что мы здесь видим? Что мы здесь видим? Мне вообще дико понравился этот виджет. Это, наверное, самый прикольный виджет за последнее время, который я видел. Это часы механические с анимацией. То есть здесь крутятся шестеренки. Секундная стрелка движется. Еще планета крутится. То есть это просто какой-то самый навороченный виджет часов, который я видел. Сейчас, знаете, идет тренд на минимализм, плоский дизайн, все такое упрощение, максимальное упрощение. А здесь, наоборот, максимальное утяжеление, максимальный люкс, максимальный китч, максимальный, так скажем, кринж, наверное. Ну это прикольно смотрится. Вообще, мне так нравится этот виджет. Прикольно вообще, как на дорогих каких-то часах блатных. Также здесь показывается день недели, но, правда, это в англоязычном формате. Тьюздэй. Тьюздэй. У нас четверг, а тут просто по-английски тьюздэй. И день, как он? День месяца. Месяца и день. Девятый день сегодня. Вот. И, конечно, бренд Aukitel, чтобы все знали, кто это сделал, такую красоту. Ну прям вообще красавцы. Реально. Выглядит круто. И этот телефон больше подходит для мужской аудитории, естественно. Здесь сразу по умолчанию установлены темные обои. Если мы посмотрим сейчас на возможные вообще вариации. И так. Но я думаю, что здесь... Вот. Да блин! Хочу посмотреть, какие здесь обои. Здесь, скорее всего, все обои будут именно темного цвета, темного оттенка. Потому что... Ну нет. Ну вообще, да. Большинство, большинство обоев, я вот сейчас смотрю, они все такие темные. Ну, такие именно для более взрослой аудитории, что ли. Нет каких-то сильно ярких, пестрых обоев. Все в основном такое темное. То есть, это больше для таких... Для мужской аудитории, уже такой взрослой, которым там... Ну, который любят вот такую вот классику, что ли. Все такое брутальное, строгое, короче. Вот. Итак, двигаемся дальше. Значит, что я могу сказать по эргономике? Конечно, первое время непривычно его держать в руке, потому что он тяжелее обычных телефонов и толще. Вот я его сейчас держу, и я чувствую, да, такое утяжеление. Я бы сказал, прям такой... Ну, чувствуется тяжесть. То есть, с другой стороны, это, может быть, кому-то наоборот понравится. Есть люди, которые любят ощущать тяжелые вещи. То есть, это типа как означает качество, это означает такую вот как добротность, надежность. И этот телефон именно вот столько вот... Такой здоровый какой-то, тяжелый, здоровый телефон. Так, что у нас по экрану? Значит, диагональ здесь большая. Это здоровый экран. Диагональ 6,78. Экран занимает 90% лицевой поверхности смартфона. Рамка, конечно, есть. И боковые рамки есть, и вверху рамочка есть. И вырез под фронтальную камеру есть. И это у нас IPS-экран, не AMOLED, IPS. При этом здесь еще есть возможность установки eSIM. Поддержка eSIM имеется. По настройкам экрана можно выбрать темную тему, либо светлую тему. Яркость, регулировка ручную или с помощью автоматического. Это датчик освещенности, чтобы он сам регулировал. Можно выставить через сколько блокировать экран. Можно поставить время, изменить. Также масштаб текста можно изменить. Я бы даже немножко увеличил, потому что как-то немножко мелко. Все. Ну и самое главное, это частота 60, 90 и 120. Я поставлю 120, чтобы было поплавнее. На самом деле, ну, неплохой экран. Конечно, могли бы сделать рамки поменьше. Но я думаю, за счет вот этих рамок, может быть, даже как-то и понадежнее будет. Ну, не знаю. Ну, может быть, как-то лучше будет даже в плане надежности. Но, конечно, за такие деньги, если купить какой-нибудь тот же Pocophone F5, примерно за те же деньги, то рамки там будут раза в 3-4 меньше. Но это не про рамки. Это именно про надежность, про какую-то вот такую вот надежность, брутальность. Да, поэтому здесь рамки не так, я думаю, важны в этом телефоне. Кому нужны рамки, тот купит по-любому незащищенный телефон. Итак, сканер. Сканер в кнопке питания. В целом, находится удобно. Даже, я бы сказал, немножко низковато. Обычно он чуть выше, а здесь он прямо на середине вот этой панели. Обычно чуть выше поднимают. Но здесь, я бы сказал, удобно. Удобно находится. Не самый быстрый сканер, но срабатывает. Вот, видите, срабатывает без проблем. Но не самый быстрый. Не самый быстрый. Бывало и быстрее у меня. Вот. Есть также разблокировка по лицу. Сейчас я посмотрю на него. Вот, видите, раз. Смотрю, узнает. Причем здесь разблокировка по лицу работает даже быстрее, чем сканер отпечатка пальцев. Обычно наоборот это все происходит. Работает это все на чистом андроиде. Немножко перерисованы значки. Значки здесь наоборот все-таки яркие, молодежные, стильные. Тринадцатый андроид. Есть беспроводные обновления присутствуют. Сейчас как раз можно проверить. Ну, пишут, что у меня сейчас последняя версия. Не так часто выходят обновления на Аукетель. DuraSpeed. DuraSpeed это функция ускорения приложений. Также есть функция расширения оперативки на 12 гигабайт. Можем получить в сумме 24 гигабайта. Двенадцать своей. Плюс включить эту штучку. И... Блин. Зачем я сейчас это сделал? Ну, в общем, сейчас я перезагружусь. У меня уже будет функция это работать. И ползунок можно передвинуть на 12 гигабайт. То есть, представляете, 24 гигабайта оперативной памяти. Кто-то к этому, конечно, негативно относится. Но все равно, может быть, кому-то не будет хватать 12 гигов своей оперативы. Может быть, кто-то еще и добавит. Все, перезагрузился у меня телефончик. И теперь у меня расширение памяти работает. Обалдеть. Еще производитель заявляет, что здесь у нас используется закаленное стекло толщиной 1,1 мм. Это значит, что оно устойчиво к царапинам и потертостям. А это особо круто, да? Если мы будем нечаянно как-то носить в кармане с собой этот телефон. Или нечаянно уроним его на какой-нибудь песок, асфальт. Это круто. Это реально здорово. Итак, дальше. Следующий момент. Что по экрану заднему? Так, ну, во-первых, я еще его не активировал. Он пока никак не работает. Где-то в настройках наверняка кроется пункт, чтобы включить этот второй экран. Давайте посмотрим. Так, захожу в настройки, пароли, приложение, батарея. Так, умная кнопка. Умная кнопка это как раз кнопка, которая находится сбоку. Ну и как и во многих телефонах, здесь можно ее запрограммировать на несколько нажатий. Одиночное нажатие, например, что-то включить. Опа. Это у нас сейчас включает и выключает мини-скрин. Удобно. Вот видите, да, на эту кнопку как раз-таки включение этого маленького экранчика. На двойное нажатие можно другое действие какое-то назначить. Ну, любое открытие приложений там. Вот. Любое приложение, которое скачаете. И на долгое нажатие еще какое-то третье действие. То есть, ну, вполне такая стандартная история. Теперь настройки мини-скрина. Что это значит? Почему вы не перевели это на русский язык? Такой важный пункт, казалось бы, да, все люди захотят сразу пойти сюда, потому что это необычная фишка телефона. Покопаться, посмотреть, что он умеет. А вы взяли и оставили это все на английском языке. В принципе, я знаю английский, но на уровне школьного английского, да, в школе учил. И что вот я не знаю. Ну, понятно, можно потыкать, интуитивно догадаться, да. Вот, например, через сколько он будет гаснуть. Это, например, выбрать циферблат. Циферблатов довольно много. Есть уже более такие современные, как на каких-нибудь Apple Watch'ах. Ну, типа, да. Так, во, смотрите, ну, красивенький. Кстати, довольно крупный экранчик. Я бы сказал, что он в меру такой крупный. То есть, не маленький. 1,3 дюйма. И разрешение у него 360 на 360. Вот. И он еще сенсорный. То есть, он не просто показывает, но он еще реагирует на ваши касания. То есть, вы можете им управлять. То есть, это как полноценный, такой серьезный, нормальный экран. Вот. Но, конечно, здесь плавность не такая, как у переднего экрана. Видно, что здесь такое чувство, что герц 30 всего отображения. Видите? Сэкономили немножко, да. Тут даже не 60 герц, мне кажется, тут 30 герц. Или, может, даже 20. То есть, ну, не совсем он плавный, конечно. Этот экран намного плавнее. Ну, ладно. Вот сколько циферблатов. Тут есть и классические, и какие-то более современные, и какие-то вообще навороченные. Вон, смотрите, какое это что такое. Есть вот такие. Тоже интересно выглядит, да? Ну, это типа, как будто у вас сюда встроен какой-то фитнес-браслет или умные часы. Похоже, экранчик на умные часы. И примерно такие же циферблаты, как на умных часах. О, вот это вообще, мне кажется, подходит телефону. Такие золотистые стрелочки. Здесь количество шагов пройденных, количество заряда аккумулятора и время актуальное. Здесь компас, чтобы вы не потерялись. Это камера. Могу открыть камеру и щелкнуть сам себя на заднюю 108-мегапиксельную камеру. Смотрите. Улыбочку. Хоба! Все. И прямо на этом экране я могу даже посмотреть картинку. Правда, она какая-то с плюсом. Получается. Лучше смотреть на самом телефоне, на основной камере. Ну, и здесь тоже, видите, все такое неторопливое. Так, что еще можно сделать? Музыку регулировать. Ну, и, собственно, все. Здесь уведомлялка, да, наверное? Нет. Уведомление, где у нас уровень заряда аккумулятора. Ну, функционал довольно ограничен, конечно. Даже калькулятор, походу, здесь нельзя открыть, чтобы что-то посчитать. Но, с другой стороны, это и неудобно. На таком маленьком экранчике что-то там ковыряться. Ну, такой базовый функционал. Сфотографироваться, переключить трек, посмотреть время, посмотреть шаги, компас. И, ну, и, по сути, все. Вот такой функционал у второго экрана. Также в регулировках можно уровень яркости этого экрана выбрать. Всего 8 уровней. Чем он менее яркий, тем меньше он будет расходовать аккумулятора. Вот сейчас я поставил первый уровень. Что-то он вообще не загорается, я не пойму. Или я его просто не вижу под первым уровнем. Так, вот восьмой уровень. Да, походу, он настолько был неяркий, что я его даже заметить не мог. Так, это тоже вот какое-то время отключения. Здесь у нас шагомер. Шагомер автоматически будет подсчитывать, сколько шагов вы прошагали за одни сутки. Можно активировать этот экранчик по двойному тапу. Два раза щелкнуть по нему. Раз-два. И он должен... Да, вот он активируется. Также, смотрите, можно, можно, походу. Red Point will be display on clock. Ну, приходится все переводить. То есть, видите, notification tip. Когда приходит какое-то уведомление, Red Point, красная точка, будет на display on clock. На часах дисплея, как я понял. Если будет какое-то уведомление, у вас здесь будет какая-то гореть красная точка, вы сразу поймете, что что-то вам пришло. Возьмете телефон, разблокируете и проверите. Вот. Как я понимаю, это так. Ну вот, да, к сожалению, все у нас на английском языке. Может быть, потом с прошивками они это все переведут на русский. Итак, что по железу? По железу у нас мощный процессор Mediatek Dimensity 8050. На самом деле здесь пишется как 1200, но они похожи. Здесь 4 ядра Cortex-A78, 4 А55. 6 нанометров техпроцесс. Внимание, это мощный современный техпроцесс. Видеоядром Ali-G77. Этот телефон можно назвать игровым, потому что он реально неплохо будет справляться со всеми современными игрушками. Будет все абсолютно тянуть. Быстрая память UFS 3.1 здесь установлена не 2.2, а уже 3.1. Bluetooth версии 5.2. И давайте я вам покажу тест Antutu. Для вас это, наверное, будет шок, но... Хоба! 756 тысяч. Согласитесь, это немало. Это очень хороший показатель. При этом греется телефон всего до 35 градусов, даже меньше. И 3% теряет аккумулятора. Троттлинг-тест имеет небольшой троттлинг. После где-то 7 минут работы производительность падает на 20%. Дальше. На Antutu я вам показал. Скорость памяти 1429 МБ в секунду на запись 613. Быстрая UFS 3.1 память. Сенсор на 10 касаний. Touch. И по поводу NFC. Здесь имеется NFC-модуль. То есть можно пользоваться как... Ну, бесконтактной оплатой можно пользоваться с помощью этого телефона. Есть функция, точнее приложение, меню инструментов, где собраны всякие разные полезные фишки. Например, для стройки. Замеры высоты. Лупа. Уровень. Шумомер. Так. Тревога даже есть. Сигнал тревоги можно включить. Вот такая вот вспышка. Ну, короче, такая полезная тема. Так. Ну и вот как играется в PUBG. Немножко рамки мешают. Большие, да? Непривычно как-то большие рамки. Так смотришь. Вроде как здоровенные. Итак, очень плавно, да? И могу сказать, что почти, почти самая, почти самая крутая графика. Не дал им поставить экстремальный. Но экстремальный практически ни на каком уровне телефоне, ни на каких телефонах практически нельзя поставить. Экстремальный уровень графики. Здесь я поставил сглаживание. Очень плавный FPS. И, по-моему, графика стоит максимум. Не высоко, а максимум. Вот так. Но там еще есть экстремальный уровень. Экстремальный он не дал. Он пишет, скоро будет доступен на вашем телефоне. Но я могу так сказать, что очень все плавно. Графика тоже хорошая. Для игр этот телефон сойдет. Если вы игроман, то вы можете кучу игр сюда скачать. И по производительности будет все хорошо. И по памяти тут тоже ограничений никаких нет. Много игр влезет. По сути, это как маленькая игровая приставка. Еще плюсом то, что здесь стереозвук. То есть, у нас звук идет и сверху, и снизу. И еще здесь, конечно, большой аккумулятор. Это тоже плюс к игровому процессу. То, что вы сможете играть не просто играть, а играть долго. Без подзарядки. Это значит, где-нибудь в дороге. Пока едете в автобусе, пока едете где-нибудь на поезде, в самолете летите. Можете играть, 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 играть. И все. И радоваться. Вот, и тем более сильно он не греется. Ну, реально прикольно подходит для игр. Ну, единственное, смущает немного большие рамки. Были бы они меньше, было бы лучше. Вот. Так вот смотришь, вроде как, блин, ну, немножко большеватые рамки. Так, два ружья у меня. Не очень. Нужно что-то с большим магазином взять. Может, вот эту штучку взять. Пукалку какую-то. Что-то посерьезнее. Может, взять, нет? А что, аптечку не берем? Что, ну, своротим от аптечки. Так, ну что-то какой-то фиг. Вот. Это уже другое дело. Так, а эту мы тоже поменяем. Во. Что-то никого нету, кроме меня. Давайте покажу вам максимальный уровень громкости. Хорошо чувствуется сфере. Это из чего он стреляет, товарищ? Что у него такое громкое? М-К-47. Так, ну вот, ребята. Значит, все. Остались мы один на один. Все, самый ответственный момент. Короче, все. Надо сейчас проявить себя по полной программе. Один на один остались. Один на один. Все, все, все. Уже чуть-чуть. Где-то он здесь. Мне кажется, он где-то в здании. По-любому он где-то в здании. Сейчас, ребята, все будет. Развязка близка. Все, пойдем в здание. Пойдем в здание. Он должен где-то здесь прятаться. Может, он на втором этаже, а? Да, он где-то здесь бегает. Я его слышу. Вон он. Стоять. Он за УАЗиком. Я видел его. Он за УАЗиком. Сейчас будет дуэль. Надо спрятаться где-то. Ай, он убежал. Сейчас я его с этой стороны подаль... Поймаю. А где ты? Куда он мог убежать-то? В дом? Скорее всего, он в дом забежал. Да, он, скорее всего, сюда забежал. Но я не пойду за ним. А, вон он. Да, блин. Как не вовремя. Он забежал в дом. Есть! Есть! Ну, а теперь поговорим про камеры. Мне, если честно, немножко страшно даже заходить в камеры, потому что я боюсь разочароваться. Обычно у таких телефонов камеры, ну, как бы крутые по мегапикселям, а по качеству так себе, хромает качество. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Значит, ну, вот я зашел в камеру, да. Здесь у нас целых, получается, раз, два, три, три камеры. Три камеры и тройная вспышка. Хотя здесь один, мне кажется, светодиод желтый, два белых. Может быть, он даже один горит. Сейчас посмотрим. Включаю вспышечку. Так, фонарик. Нельзя включить, когда камера активна. Да, здесь только один светодиод, а два дополнительных. Они даже не светятся. Они просто выполняют функцию такого окошка, типа. На самом деле светится только вот этот нижний. А вот эти два, это просто так. Ничего. Даже можно это видеть хорошо, да. Только вот снизу светится. Так, по поводу камеры, значит, что я хотел сказать. Боюсь разочароваться, потому что у таких телефонов камера не очень высокого качества. Здесь 108 мегапикселей, задняя. Плюс 20 мегапикселей, это ночное видение. То есть, это черно-белая камера. Тоже бывает такое часто в защищенниках. И 5 мегапикселей, еще третья камера. Но это, похоже, у нас макрокамера. Да, это макрокамера, это не ширик. Ширика нет. Макро, ночной объектив и обычная камера. Вот такой вот здесь набор. Также по записи видео, телефон довольно мощный, но видео... О, видео умеет снимать 4К, а на фронтальную, а на фронтальную, а на фронтальную Full HD. Но только при 30 кадрах в секунду. 60 кадров в секунду здесь нет. Фронтальная камера 16 мегапикселей с диафрагмой f2.0. Задняя камера с диафрагмой f1.7. Зум. Зум здесь цифровой, естественно. Не оптический. Оптической стабилизации также нет. Зум десятикратный. Давайте попробуем сделать фото в максимальном, так скажем, максимальном разрешении. 108 мегапикселей. Включаю. Навожу камеру. Делаю фото. По умолчанию стоит звуковой сигнал, когда фото... Так, ну и здесь, да, не самое топовое качество. Здесь я бы сказал, что третья строчка снизу читаем, а вторая и первая уже расплывчатые. Вот этот текст тоже крайне тяжело читаем. Но в целом это средний результат. Бывают телефоны со 108 мегапиксельной камерой гораздо лучше. Но не ужасный. Так, еще одна фоточка самого себя. Тоже в 108 мегапикселей. Ну, вот так вот получается. Немножко недонасыщенные фотографии. Темненькие такие какие-то. Но в целом камера среднего качества. Реально среднего качества. Прям даже, можно сказать, не впечатляет абсолютно. Так, фронталка 16-мегапиксельная. Тоже какая-то недонасыщенная. Слишком блеклые фотографии выходят. Ой, фронталка что-то даже не сфокусировалась. Я не понял, на фокус-то словит или нет на мне. Какой-то в раз фокусе все время. Вот еще один баг обнаружил. Делаю фотку. Потом захожу в нее, а он перекидывает. А нет, сейчас вроде нормально. А он как будто перекидывал на прошлую. В общем, вот такая камера, что-то она не хочет фокусироваться. Зум работает быстро. Давайте попробуем еще ночное видение. Супернайт режим на заднюю камеру. Так, вот это режим Супернайт. Но нифига он не тянет на ночной, потому что все темное абсолютно. Посмотрите, просто все темное. А вот это именно ночная камера. 20-мегапиксельная. Здесь уже получше. Фотка черно-белая. Но хотя бы здесь видно тропинки. Вот эту нижнюю часть даже. Даже видна тень. Даже видна тень от этого грибка. А здесь, конечно, в обычном ночном режиме ничего этого не видно абсолютно. То есть, вот смотрите. Вообще ужас какой-то. Если фото эти ночью, фото эти именно в Night Vision. В общем, опять-таки, да, есть небольшое разочарование. Ширика нет. Оптической стабилизации нет. Фотки получаются не совсем такие прям детализированные. Фронтальная камера вообще как будто не фокусируется на человеке. Фотка смазанная выходит. То есть, по камерам, конечно, опять получается, что громкие названия, большие модули по мегапикселям. А по качеству это очень-очень все посредственно. Максимальная громкость звука. Давайте проверим сейчас. Вот она. Максималочка. Играют два динамика. Телефон не громкий. Громкость даже ниже среднего. Я бы поставил тройку за громкость по качеству четверка. Качество звучания неплохо, хорошо. Но вот громкость удовлетворительная. Есть телефоны, которые даже с одним динамиком звучат громче, чем этот телефон. Ну реально, по громкости не хватает громкости. Я думал, будет громче. Тройка. Тройка по громкости, по качеству звучания четверка. Итак, по габаритам не сказал, сколько он занимает вообще места, сколько он весит. Значит, толщина 14,8 мм, то есть почти полтора сантиметра. Длина 177,3 мм, 17 см, почти 18 см. И ширина 84,3 мм. Здесь двухдиапазонный Wi-Fi. Это 2,4 ГГц и 5 ГГц. Wi-Fi 6 нет. Также здесь есть поддержка 3G, 4G и 5G. Но указано почему-то, что Bluetooth версии 5.0. Не 5.2, а 5.0. А в AIDA написано 5.2. О как. Что по поводу аккумулятора. 11 000 мА. Большой аккумулятор в два раза больше, чем у среднестатистического телефона. И быстрая зарядка 120 Вт, которая уже идет в комплекте. Ее не нужно докупать. Производитель заявляет, что 800 часов он может пролежать в режиме ожидания. Это, конечно, очень много. Но эта цифра никого не интересует. Кому интересно, если телефон просто лежит в режиме ожидания. Сколько он там продержится. В режиме разговоров. 250 часов. Просто если разговаривать по этому телефону. Время в режиме прослушивания музыки. 200 часов. Можно слушать музыку. Это почти 10 суток. Представляете? Напролет слушать музыку. Вот такие вот показатели. Ну, в среднем где-то дня 4 вы с ним должны проходить. Если пользоваться так, как обычный пользователь. Там и музыку послушать. И что-то сфотографировать. В социальных сетях посидеть. То вполне на 3-4 дня его должно хватить. И это, безусловно, плюс телефона. Кто любит такую вот хорошую автономность. И тем более, даже если через несколько лет аккумулятор просядет. Это неминуемо случится. Деградация аккумулятора все равно есть. Все равно он будет держать долго. Ну, 2 дня будет держать. Через 3-4 года. Ну и что? Это все равно будет хорошая автономность. Так что, в целом, этот телефон довольно своеобразный. Своеобразный, интересный. Но если вдруг вам только не нужна камера. И если вам не нужна легкость и компактность. Потому что это не легкий, не компактный телефон. Он именно здоровый, тяжелый. Поэтому к нему придется привыкать. Если вам важна именно автономность, неубиваемость. Если вам нужен хороший, мощный игровой процессор. На нем спокойно можно играть в игры. То этот телефон вам отлично подойдет. Ссылку я оставлю в описании. Это был обзор Aukitel VP30 Pro. Всем удачи. До скорых встреч. И пока.